Добро пожаловать в тёмные глубины мироздания. С развитием космической отрасли за последние 20 лет некоторые частные компании стали играть в ней ведущие роли, а одна из них, SpaceX, смогла совершить настоящий прорыв. Dragon Space X запуск. Это ракета Falcon 9 с космическим кораблём Dragon, наверху построенной частной компанией SpaceX. Впервые в истории космонавты отправятся на орбиту на частном космическом корабле, а не на принадлежащем государству. Предприниматель Илон Маск основал SpaceX всего 18 лет назад и в начале пути столкнулся с трудностями. Запуск разрешён? Сначала никто не воспринимал SpaceX всерьёз. В особенности большинство сотрудников НАСА, ведь это была первая частная космическая компания в истории. Конкуренты из Lockheed Martin и Boeing насмехались над ними и шутили, что их космические ракеты будут собраны из запчастей для велосипедов. У первой ракеты Falcon 1 был один двигатель. Только после нескольких неудачных попыток, наконец, состоялся успешный запуск. Думаю, что выход ракеты Falcon 1 на космическую орбиту стал историческим и переломным моментом для компании SpaceX. Сброс ступеней. Это изменило всю систему понятий. До этого только государства могли выводить космические корабли на орбиту. И вдруг какая-то компания, в которую никто не верил, смогла осуществить это. Это привлекло внимание НАСА. Они задумались о том, чтобы привлекать частные компании для выполнения своих задач на околоземной орбите. Когда SpaceX появился на сцене, мы поняли, что Илон Маск с его энтузиазмом и возможностями способен сделать это. Он пригласил на работу самых лучших специалистов космической индустрии, разделяющих его видение. И это тоже вселяло в нас уверенность. Готовность номер один. НАСА заключила контракт со SpaceX на доставку груза для Международной космической станции на борту ракеты Falcon 9. Взлёт ракеты SpaceX Falcon 1 к Международной космической станции — новый этап в истории космоса. Дорогой груз был успешно доставлен на околоземную орбиту. Есть захват. Следующий вопрос — перевозка космонавтов на космическую станцию. Изначально Конгресс и некоторые отделы НАСА были категорически против того, чтобы доверить частной компании самое святое, что есть у НАСА — жизнь космонавтов. Риск казался слишком большим. Такое решение было во многом обусловлено защитой интересов большого числа компаний, давно застолбивших свои позиции в космической отрасли и имевших долгосрочные контракты с НАСА. Резко негативную реакцию на это предложение мотивировали прежде всего заботой о безопасности космонавтов. Зачем НАСА нанимать подрядчиков для доставки своих космонавтов на орбиту? Это был отвлекающий маневр. Частный сектор и так отлично понимал, что рискует всем. Посмотрите на гражданскую авиацию. Коммерческие авиакомпании спокойно переводят миллионы пассажиров в год. С закрытием программы «Шаттл» в 2011-м НАСА вынуждена платить за места на российском корабле «Союз» для космонавтов, следующих на космическую станцию. Цена каждого билета возрастает до 90 миллионов долларов. Безусловно, НАСА было очень заинтересовано в том, чтобы найти какой-либо способ снизить стоимость транспортировки. Конгресс одобрил финансирование частных компаний для запуска космонавтов в космос с территории США. Администрация Обама решила привлечь частные компании к организации перевозки космонавтов на орбиту, в результате чего SpaceX и Boeing получили соответствующие контракты. Заправка топлива. В истории НАСА никогда не было таких грандиозных экспериментов. Далее. SpaceX — первая частная компания, доставляющая космонавтов в космос. Я видел много запусков ракет Falcon 9, но когда ты знаешь, что космонавты на борту, это совсем другое чувство. Темные глубины мироздания С возвращением в темные глубины мироздания. Одной из причин невероятного взлета SpaceX стала их упор на решимость не только учиться на собственных ошибках, но также постоянно искать новые способы снижения затрат. Главной инновацией является возвращение ракеты на Землю после вывода космического корабля на орбиту. Взлёт космической ракеты Falcon 9 с грузом… До этого первая ступень ракеты всегда сгорала после запуска. Это всё равно, что выбросить самолёт после одного рейса. Представьте, как дорого обошлись бы авиаперевозки при таком подходе. Илон Маск сказал, что это безумие. Ракеты-носители должны быть многоразовыми. Сброс ступени… Они ворвались в эту консервативную космическую индустрию, которая не менялась десятилетиями, и произвели в ней настоящую революцию. Возврат первой ступени… Каждый запуск Falcon 9 обходится в 60 миллионов долларов. Сохранение первой ступени ракеты полностью меняет всю картину. Многоразовое использование ракет-носителей должно стать стандартным для всех без исключения запусков космических кораблей. Я очень рада, что в нашей отрасли наконец-то появился лидер, который способен осуществить эти инновации. Помимо этого, они вдохновили целое поколение космических энтузиастов. Огромная толпа людей приезжают посмотреть на запуски. Не будем забывать, что SpaceX существует только благодаря поддержке правительства и за счет контрактов, заключенных с НАСА. Обратная тяга. 30 мая 2020-го SpaceX запустил космический корабль с космонавтами на борту с территории США впервые с окончания программы «Шаттл». Запуск разрешен? Я был там на мысе в день запуска. Dragon SpaceX запуск? Я видел много запусков ракеты Falcon 9. Взлет Falcon 9, Crew Dragon. Но когда ты знаешь, что космонавты на борту, это совсем другое чувство. Все прошло удачно. И на следующий день Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Есть стыковка. Отличная работа. Когда SpaceX совершил первый пилотируемый запуск с космонавтами НАСА Бенкин и Хёрли на борту космического корабля Dragon, это было знаковым событием – первым за 10 лет полетом экипажа с территории США. Проверка связи. Через два месяца космонавты благополучно вернулись на Землю. Есть раскрытие. Главным для меня стал тот факт, что космонавты благополучно вернулись домой невредимыми. Посадка. Добро пожаловать обратно на планету Земля. SpaceX прошел очень трудный путь и заслужил этот успех. Многие были против их деятельности в космосе. Всеобщее признание стало наградой за упорный труд. SpaceX сумел произвести настоящую революцию в ракетной индустрии за счет внедрения новых технологий. Далее они продолжат свою работу над еще более сложными задачами с тем же энтузиазмом. Цель Илона Маска — человек на Марсе. Построить там город. Он работает именно над этим. Возвращение ступени ракеты — этап подготовки. Идет строительство огромного космического корабля, многоразового использования, под названием «Старшип», способного перевести десятки колонистов на Марс, что на сегодняшний день звучит как научная фантастика. Они хотят на Марс. Лично я считаю, что подготовка к полету на Марс займет намного больше времени, чем они планируют. Но я не стану повторять ошибку тех, кто ставил против SpaceX и проиграл. Далее мы посетим одну из первых частных космических компаний в России. Тёмные глубины мироздания Добро пожаловать в Тёмные глубины мироздания. Частные космические компании давно существуют в США, но для России это новшество. Я приехала в Москву, чтобы узнать о компании, запустившей первый частный российский спутник на орбито. Москва – город с населением более 12 миллионов человек и многими историческими достопримечательностями. Частная компания «Спутникс» расположена в инновационном центре Сколково к западу от города. Они специализируются на создании мини-спутников «Кубсат», которые используют в научных и образовательных целях. Нас будет сопровождать ведущий инженер этой компании. Недавно «Спутникс» отправил два «Кубсата» на Международную космическую станцию, откуда их каким-то образом выведут на орбиту. Каким образом ваши спутники попадают на орбиту после запуска корабля «Союз» на Международную космическую станцию? Мы помещаем наши спутники в космическом корабле «Союз», прикрепленном сверху на одноименной ракете-носителе в грузовом отсеке. Космонавты на станции проверяют их техническое состояние и работоспособность. А затем просто берут «Кубсат» с собой во время выхода в открытый космос. Снимают защитный кожух… Начиная с запуска спутника… Включают и запускают его в направлении, обратном ходу движения. Есть запуск. То есть космонавты просто бросают его в открытый космос? Да, их специально тренируют, как бросать. Спутник на орбите. Сколько спутников вы запустили? Три находятся на орбите, и еще два готовим к запуску. Ух ты! Два спутника на орбите называются «Сириус САД-1» и «Сириус САД-2». Собраны студентами вместе со специалистами компании. Наблюдают за погодой. Роман проводит экскурсию по офису. Вот наш операционный зал, где мы получаем и обрабатываем данные с наших спутников, находящихся на космической орбите. «Сириус САД-1» и «Сириус САД-2». Они двигаются? Постоянно. Согласно карте? Да. Сейчас они пролетают над Южной Америкой. Как вы поддерживаете связь с этими спутниками? Есть антенна на крыше. На здании? Да. Ух ты. Она поворачивается по ходу движения спутников. Ничего себе. Пойдемте дальше. В этом отделе у нас работают конструкторы, инженеры по электронике и различные научные сотрудники. Давайте покажу вам наши новые спутники. Да. Это точно копия «Сириус САД». Как вы видите, конструкция Кубсата оснащена ручкой, антенны развернуты. Именно такие спутники сейчас летают по орбите над нами. Которые на орбите? Да. Они выглядят так? Я видела много мини-спутников, но ни у одного из них не было ручки. Зачем она нужна? Специально для космонавтов. Ясно. Чтобы крепко держать спутник в руке при запуске. Это уникально. Я даже представить себе не могла, что космонавты могут запускать спутники на орбиту вручную. Русское ноу-хау. Русское ноу-хау. Просто включают его и бросают? Да. И это все? Легко. Легко. Сигнал получен. Спасибо вам за экскурсию на Спутникс. Мы редко видим частные космические компании за пределами США. Большое вам спасибо за приглашение. Пожалуйста. Далее. Студенты в Бостоне работают над новым способом заправки спутников для борьбы с космическим мусором. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА МИРОЗДАНИЯ Группа студентов в Институте Кэмбридж работает над тем, чтобы все новейшие космические технологии стали доступны каждому жителю нашей планеты. Группа под названием «Спейс Энэйблд» возглавляет доктор технологического института Даниэль Вуд. К огромному сожалению, на сегодняшний день далеко не каждый пользуется достижениями в космическом пространстве, принадлежащим всему человечеству. Договор о космосе 1967 года гласит, исследования космического пространства должны нести благо всем без исключения странам мира, независимо от уровня их экономического и научного развития. Даниэль и ее группа помогают развивающимся странам пользоваться данными со спутников в своей повседневной жизни. Почему этим странам трудно использовать информацию из космоса, которая находится в открытом доступе? Обычному человеку бывает совсем непросто понять, что означают эти опубликованные данные. Мы хотим создать универсальный инструмент, который будет расшифровывать и переводить результаты исследований спутников НАСА на простой человеческий язык. Наши инженеры и ученые работают над тем, чтобы каждый человек с любым уровнем образования мог узнать, когда ожидается наводнение или засуха. Команда Даниэль состоит из девяти студентов выпускного курса, которые учатся на самых различных факультетах. Другой их проект посвящен уменьшению количества мусора на орбите. Как добиться этого при том, что все больше стран осваивают космос? Мы разработали новый экономичный тип топлива для работы спутников на космической орбите, с помощью которого они смогут возвращаться в атмосферу Земли по окончании срока службы. Что за новое топливо? Вы не поверите, но одним из главных элементов является обычный свечной воск. Привет, я Эмили. Хавьер Стобер и Space Enabled работают над созданием ракетного топлива с использованием свечного воска. Когда я слышу свечной воск, то вспоминаю, как иногда зажигаю свечи дома, и мне кажется, что их мощности не хватит для запуска ракетного двигателя. Тут происходит совершенно другой химический процесс. Если поместить их в камеру сгорания в комбинации с газообразным кислородом, то при высоком давлении их вполне можно использовать в качестве топлива для ракет. Станок превращает куски воска в цилиндры для размещения внутри спутника. Хавьер демонстрирует мне результат. Можно ли уменьшить их размер, чтобы использовать на мини-спутниках? Мы задаем себе тот же самый вопрос. Мы пока не знаем, какой минимальный размер цилиндра подойдет для создания топлива такого типа на мини-спутнике. Но, конечно, они будут поменьше. Что это за эксперимент? Формирование цилиндров. Мы будем вращать центрифугу и узнаем, какая оптимальная скорость нужна для получения топлива. Представьте, что надо создать воск на борту спутника. Мы должны понять, какая скорость вращения позволит сформировать топливо в камере сгорания. Потенциально это может помочь не засорять орбиту мусором в виде мертвых космических спутников. Именно. Многих в космическом сообществе беспокоит эта проблема. И такой вариант мог бы стать решением этой проблемы. Ваша группа ведет активную подготовку к будущему. Да, хотелось бы верить. Space Enabled притворяет в жизнь договор о космосе, занимаясь широким спектром задач. От уборки космического мусора до помощи развивающимся странам с обработкой данных со спутников. Темные глубины мироздания Вот они. Космонавты готовы к началу полета. Добро пожаловать в темные глубины мироздания. Взлет. 15 ноября 2020 состоялся второй полет космонавтов НАСА на борту корабля SpaceX. Экипаж летит на Международную космическую станцию. Передав частным компаниям работу на околоземной орбите, НАСА может заниматься глобальными задачами, такими как возвращение на Луну и полет космонавтов на Марс. Стыковка. Возможно, SpaceX также примет участие в этих миссиях в глубины космоса. Следующие пять лет будут определяющими. НАСА открыла полный доступ частным компаниям на рынок космической индустрии. Им стало выгодно привлекать их для выполнения своих миссий на околоземной орбите. И сегодня этот план прекрасно работает. Такие компании, как SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic доказали, что могут справляться с поставленными задачами. Только собрав вместе все ресурсы и технологии, мы можем задуматься об освоении Луны. Космос — это достояние всего человечества. SpaceX показал, что коммерческие компании способны изменить всю космическую отрасль за счет новых технологий и эффективных решений. Сегодня мы рассмотрели несколько частных компаний разного масштаба, присутствующих на космическом рынке. Именно сейчас настало время действовать тем, кто планирует заняться научными исследованиями космоса. Я Эмили Каландрелли. Спасибо, что смотрели «Темные глубины мироздания». Темные глубины мироздания Добро пожаловать в «Темные глубины мироздания». До недавнего времени космонавтов доставляли на МКС только на российской ракете «Союз». У этой ракеты был практически безупречный послужной список штатных запусков. Но 11 октября 2018 года что-то пошло не так. Утром того дня экипаж в составе американца Ника Хейга и русского Алексея Овчинина должен был отправиться в космос. На космодроме присутствовали родные Ника. Мы очень нервничали. Мы ведь так долго этого ждали. Мальчики очень волновались. Они были еще маленькие. Старшему 11, младшему 7. Точно по расписанию. Запуск. Пока полет нормальный. Я была с начальниками НАСА. И они сначала уткнулись в свои телефоны, потом переглянулись, затем снова уставились на экраны и опять переглянулись. И тут я поняла, что-то случилось. В этот момент я, как нормальная мать, сказала «Вырубайте гаджеты, надевайте наушники, идем в автобус. Мы возвращаемся в гостиницу». Думаю, они так и не поняли, что произошло что-то ужасное, потому что начальство обсуждало за дверью, и они не могли это слышать. Жена Ника была крайне напугана, но вскоре ей сообщили, что муж и его напарник в безопасности. Они стояли перед нами. Я встретилась недавно с космонавтом Ником Хейгом, который поделился яркими воспоминаниями от их страшной истории. Первые две минуты после запуска прошли именно так, как я себе представлял. Ракета ожила, завибрировала, затем начала медленно набирать высоту, стремиться вверх по дуге, выходить на первую космическую скорость. Что произошло через пару минут после старта? Через две минуты пришло время избавляться от отработавших ускорителей. И когда мы их отстрелили, один из них не отошёл от центрального блока и при скольжении столкнулся с корпусом ракеты, что повлекло за собой её разрушение. Чрезвычайная ситуация, отказ ракеты-носителя. Отказ ракеты-носителя. И буквально через долю секунды сработала система аварийного спасения. Автоматически активировалась двигательная группа головного обтекателя, которая увела союз от аварийного носителя. А затем началось наше возвращение. На этом этапе остался только спускаемый аппарат. Возвращение на Землю произошло в штатном для Союза режиме. Всё время после аварии мы находились в контакте с Землёй и центром. И к моменту приземления они успели нам сообщить, что три человека только что прибыли в точку нашего предполагаемого местонахождения. И через 10 минут мне в иллюминатор постучали спасатели, которые показывали большой палец и широко улыбались. Я помахал им в ответ. Они перевернули капсулу, открыли люк и выпустили нас наружу. Тем же вечером Ник и Алексей вернулись на стартовый комплекс, где успокоили переживавших за них родных. Я крепко его обняла и сказала, пожалуйста, никогда больше так не делай. И он извинился и попросил прощения. И тогда я посмотрела ему в глаза и сказала, «Ты всё равно долетишь». И в этот момент мне стало ясно, что преданность делу не ограничивается преданностью человека, сидящего в ракете. Она включает в себя преданность общему делу всех друзей, родных, всех тех, кто поддерживает космонавтов на Земле. Это те, кто, как никто, привержен этой замечательной миссии исследования космоса. Всего через два месяца Ник получил свое следующее задание. 14 марта 2019 года Ник, Алексей и третий член экипажа Кристина Кук отправились на МКС на ракете «Союз». На этот раз полет прошел успешно. Годы тренировок не пропали для Никодара. Но этот успех был бы невозможен, если бы не эффективная система аварийного спасения. Мы занимаемся рискованным делом, но держим этот риск под контролем, и система помогает нам в этом. Далее мы увидим, как космонавты готовятся к худшему, что может случиться при выходе в открытый космос. О, я вся вспотела. Темные глубины мироздания Для каждого космонавта, работающего на МКС, выход в открытый космос — праздник. Но он может обернуться трагедией. Космонавт одержит страховочный фал, но что, если этот фал отвяжется и космонавта начнет уносить от корабля? Ситуация, казалось бы, кошмарная, но выход есть. 30 секунд на выполнение. С тех пор, как начались длительные экспедиции космонавтов на МКС, они при каждом выходе в космос надевают установку для перемещения в космосе. Она называется Сейфер. Сейфер — английская аббревиатура слов «упрощенная система для спасения вне корабля». По сути, это реактивный ранец на азотном топливе, который позволяет космонавту, в случае, если оборвется его связь с космической станцией, воспользоваться Сейфером, вернуться к ней и таким образом спастись. Для демонстрации мы отогнем эти опоры назад. Марк сейчас покажет мне, как космонавт разворачивает Сейфер. Отведите назад правую руку. Эта рукоятка отвечает за ручное управление. Это? Да-да, это ручное управление. Сейчас вылетит птичка. А дальше освобождаете рукоятку. Дальше снимаете ручное управление с лотка. Так. Устанавливаете в нужную позицию. Вы готовы к работе? Готовы себя спасать? Готово. Если вам интересно, как космонавтов учат обращаться с системой Сейфер, то готовят их в основном на стендах виртуальной реальности. У нас здесь, в НАСА, есть такие замечательные объекты, как лаборатория виртуальной реальности, которая позволяет космонавтам погрузиться в виртуальную среду. Я попрошу вас помочь мне его надеть. Уберите волосы, прижмите его поплотнее к глазам. В виртуальной лаборатории НАСА я на себе испытаю погружение в виртуальную реальность. Ничего не мешает? Все отлично. Ранее Марк провел для меня экспресс-курс использования устройства Сейфер. Сейчас я отправлюсь на прогулку за пределы космической станции, где в буквальном смысле сорвусь с цепи. Сейчас вы окажетесь за бортом и начнете кувыркаться в невесомости. Ясно. Готовы к спасательной операции? Да, готова. Хорошо. Выбрасываем ее. Господи, нет. Мне уже страшно. Теперь ставим рычаг в рабочее положение. Через три секунды включаем питание. Продолжаем. Включаем Сейфер. Я вся вспотела. Страшно. Вы можете нажать кнопку, автоматически стабилизирующую ваше вращение. Если я нажму, то перестану вращаться. Верно. И включатся двигатели тяги, обратные моим действием. Да. А теперь автоматическая система ориентации стабилизирует ваше положение. Боже. Как, наверное, было бы здорово, если бы я действительно вращалась в космосе и могла одним нажатием кнопки остановить вращение. Потрясающе. А теперь вращайтесь, пока станция не окажется прямо перед вами. А теперь вперед. Ух ты. Отлично держитесь. Поехали. И прямо в яблочко. Когда поручни начнут приближаться, можете вытянуть руку, развернуть ее и схватиться за поручень. Да ладно, правда? Конечно. Получилось. Спасательная операция прошла успешно. Да. Поздравляю. Спасибо. Всем спасибо. К счастью, нам никогда не приходилось прибегать к этому, но космонавтов точно успокаивает, что сейфер у них всегда под рукой. Вы можете сто раз выйти в море и так и не воспользоваться спасательной шлюпкой, но вас успокаивает то, что она есть у вас на борту. Далее мы увидим, как НАСА готовит к посадке в бурном море. А затем вспомним полет Аполлона, чуть не закончившийся гибелью экипажа. Хьюстон, у нас проблема. Темные глубины мироздания Следующий эпохальный шаг НАСА — отправка космонавтов на Луну. Невероятно волнующее событие. Разумеется, одним из главных приоритетов является обеспечение безопасности космонавтов. Оно включает в себя тот критический момент, когда капсула, возвращаясь на Землю, приводняется где-то посреди океана. Добраться до этих космонавтов как можно быстрее — важная задача. За последние 40 лет поисково-спасательная программа НАСА значительно расширила возможности обнаружения любого человека, терпящего бедствия, если тот активирует аварийный радиомаяк. Эту возможность определять точное местоположение дают спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты. Когда сам маяк подает сигнал, он идет в космос, и его принимают спутники, находящиеся на высоте около 20 тысяч километров. Их там целое созвездие. Они принимают сигнал и передают его назад — на Землю. Там его тоже должен кто-то принимать, и занимаются этим наземные координационно-спасательные центры. НАСА приступает к новому этапу исследований Луны. Космонавты по возвращении будут приводняться в океане. Чтобы быстро обнаружить их местоположение, если что-то пойдет не так, потребуется радиомаяк. Поисково-спасательная служба разработала новую версию радиомаяка для космонавтов «Ангел». То, что я держу в руке, и есть новейший радиомаяк «Ангел» для космонавтов. Главное, здесь антенна, которая прилегает к прибору. Эта антенна разворачивается вот так. А после разворачивания открываются две кнопки. Одна — кнопка питания, вторая — кнопка испытания. Космонавту достаточно нажать и удерживать кнопку питания две секунды, и на экране загорятся огоньки, которые начнут мигать при активации радиомаяка. Когда речь заходит о спасении космонавтов после их приводнения в море, НАСА необходимо принимать во внимание все возможные сценарии. Что, если космонавтам придется эвакуироваться, придется покинуть капсулу и сесть на плот? А если у них не будет плота? А потом, как искать плот, когда они будут вне капсулы? Для подготовки к этим сценариям НАСА устраивает экстремальные испытания в учебном центре береговой охраны. Я была одной из участниц этих безумных испытаний. Мы испытывали радиомаяк на прочность, на водонепроницаемость, а также мы испытывали сам плот, на котором эвакуируются космонавты. Отрабатывалось также проведение операций в ночное время, а также работа подъемника, поскольку именно так поднимаются космонавты после приводнения капсулы. Подведем итоги. В будущем, когда космонавты начнут гулять по Луне, поисково-спасательные техники также могут сыграть важную роль. Если космонавт, к примеру, упадет и не сможет подняться, у нас в скафандре могут быть приводы, которые подскажут нам в горизонтальном или вертикальном положении космонавт. И мы можем отправить эту информацию в космический центр Линдона Джонсона. Мы расширяем смысл самой концепции поисково-спасательных операций в космосе. Аварийные радиомаяки доступны и широким слоям населения. Эти маяки работают в той же спутниковой системе «Коспас Сарсад», которой пользуются космонавты. Эта услуга может реально спасти вашу жизнь. Многие наивно надеются на то, что их спасут смартфоны. Но бывают ситуации, когда любителю экстремального отдыха, альпинисту, байкеру, лыжнику, не поможет никакой смартфон. Аварийный маяк – да. И я очень рада, что в вашей программе поднят этот вопрос, потому что многие из ваших зрителей даже представления не имеют о существовании таких радиомаяков. Далее, вспоминаем «Аполлон-13», полет которого чуть не закончился трагедией. Когда на борту «Аполлона-13» произошел взрыв, это означало, что им надо было искать способ вернуться на Землю живыми. Темные глубины мироздания И вновь с вами темные глубины мироздания. Представьте, что вы находитесь на космическом корабле далеко в космосе, и вдруг взрыв на его борту практически лишает вас энергии. Именно это произошло в 1970 году, когда три члена экипажа «Аполлон-13» оказались перед необходимостью бороться за выживание. Запуск произошел в 1313. «Аполлон-13» должен был стать третьей миссией НАСА по доставке еще трех человек на Луну. Ракета проходит опорную башню. В экипаж вошли командир Эджим Ловилл, пилот командного модуля Джек Суайгерт и пилот лунного модуля Фред Хейс. Космический аппарат, направлявшийся к Луне, состоял из служебного модуля, командного модуля и лунного модуля. В 13-й выполните еще одну задачу, когда будет возможность. Запустите перемешивание газов. Через два дня после старта, когда было пройдено уже более половины расстояния до Луны, сервисный модуль внезапно сотряс взрыв. Один из кислородных баков взорвался, и этот взрыв повредил второй бак. Хьюстон, у нас проблема. Когда на «Аполлоне-13» произошел взрыв, это радикально изменило ход миссии. Это означало, что они не смогут высадиться на Луне, и что им придется искать способ вернуться на Землю живыми. Положение изменилось кардинально, и это уже совершенно другая миссия. Оставайтесь на связи, мы решаем вопрос. Для спасения экипажа принято два ключевых решения. Первое – ему надо было перейти из командного модуля в Луны, располагавшись собственными кислородным баком и двигательной установкой. И второе – им надо было откорректировать траекторию корабля таким образом, чтобы тот облетел Луну и направился назад на Землю. Этот план требовал от космонавтов пребывать на корабле более трех суток. Лунный модуль никогда не предназначался для выполнения таких задач. Он был рассчитан только на двоих и не предусматривал пребывание в нем трех человек, тем более на протяжении длительного времени. Двигатели лунного модуля обеспечивали достаточную мощность для облета Луны, но поскольку она все же была ограничена, ЦУП отдал экипажу команду отключить все, что только можно. Поскольку энергию надо было беречь, пришлось отказаться от отапливания модуля. Как переносите? И температура в нем упала до трех-четырех градусов выше нуля. Им пришлось ограничить потребление воды – меньше одной чашки воды в день. Им также почти не удавалось поспать, так что обратная дорога получилась не из веселых. Когда Аполлон-13 находился за обратной стороной Луны, весь мир уже успел облететь новость о том, что экипажу угрожает смертельная опасность. Поскольку все предыдущие полеты на Луну проходили успешно, у всех сложилось впечатление, что их можно буквально поставить на конвейер. Но когда экипаж Аполлона-13 попал в беду, супруги членов экипажа Аполлона волнуются, у людей по всему миру вновь проснулся интерес к космическим исследованиям, потому что мы поняли, что в любой момент что-то может пойти не так, и мы можем потерять этих космонавтов. Когда экипаж возвращался на Землю, на борту возникла еще одна проблема. Концентрация углекислого газовых капсулей достигла опасного уровня, а поглотителей СО2 у них не было. В командном модуле поглотители были, но они имели форму параллелепипеда. В лунном модуле требовались цилиндрические поглотители. Центр собирает команду специалистов. Мы назвали это приспособление «Почтовый ящик». Как сделать так, чтобы поглотители из командного модуля подошли к патронам лунного? Инструкцию по изготовлению переходника продиктовали экипажу. В ход пошло все – от скотча до картона. В общем, в буквальном смысле заткнули квадратной затычкой круглые отверстия. После того, как решили эту проблему, осталось еще множество других. Когда экипаж наконец достигнет Земли, им придется вернуться в командный модуль, поскольку только он сможет выдержать вхождение в плотные слои земной атмосферы. Но смогут ли они войти в атмосферу под нужным углом? В случае слишком крутого уклона они войдут в плотные слои на чрезмерно высокой скорости, и корабль загорится. Далее. Если экипажу удастся вернуться домой, это будет величайшая спасательная операция. Темные глубины мироздания Рассчитываем траекторию на компьютере. И вновь с вами темные глубины мироздания. Когда Аполлон-13 приблизился к атмосфере Земли, три члена его экипажа перешли в командный модуль. Но поводы для беспокойства еще оставались. И одним из них была теплозащита модуля. Была ли она повреждена в результате взрыва кислородного бака тремя днями ранее? Никто не знал наверняка. Ждем новой информации. Пока миллионы зрителей наблюдали за происходящим по телевизору, развязки с нетерпением ожидали и моряки на борту американского спасательного судна в Тихом океане, и все сотрудники центра в Хьюстоне. Три мучительных дня приходилось устранять одну проблему за другой. И, наконец, молитвы землян были услышаны. И вот он появился на экранах. Похоже, все в порядке. Невероятные усилия по возвращению трех космонавтов на Землю живыми были абсолютно беспрецедентными. В этой ситуации всем надо было работать как единый механизм, чтобы найти такие способы решения проблем, которые позволили бы космонавтам продержаться до возвращения на Землю. Несмотря на то, что миссия Аполлона-13 так не достигла своей изначальной цели — высадки на Луну, ее часто называют звездным часом НАСА. Поскольку следование космоса сопряжено с огромным риском, основным приоритетом всегда остается обеспечение безопасности космонавтов. Как мы с вами видели, космические державы делают все, что в их силах, чтобы защитить исследователей, которые, рискуя жизнями, разгадывают тайны нашей Солнечной системы. Спасибо, что смотрели сегодня «Темные глубины мироздания». Я Эмили Каландрелли, и до встречи в следующем выпуске. По всему миру НАСА создает модули, имитирующие жизнь в изоляции или в экстремальных условиях. Там изучают психологические и физические последствия миссий и готовят к выполнению заданий в космосе. Сегодня я побываю в одном из таких модулей — в подводной лаборатории «Аквариус», единственной в мире лаборатории такого рода. Расположенный в 14 километрах от Келларга, штат Флорида, на глубине 19 метров «Аквариус» используется для исследований и подготовки астронавтов к отправке в космос. На данный момент в подводной лаборатории побывало более 20 команд, каждая из которых провела в этой экспедиции около 10 дней. Эта программа подготовки астронавтов называется не ЭМА — миссия НАСА по операциям в экстремальных условиях. Так они привыкают носить космический шлем. У них также есть фал или воздухопроводящий шланг, который крепится к ним, чтобы они могли дышать и следить за системами жизнеобеспечения в скафандре. Полный эффект погружения в космические исследования. «Аквариус» принадлежит Международному университету Флориды. Когда экипаж находится под водой, контроль над системами жизнеобеспечения осуществляется в этом здании. Это помещение мы называем постом наблюдения. Ясно. Диспетчерская используется не только для связи с экипажем, но и для наблюдения за уровнем кислорода и давлением на аквариусе. Это похоже на жизнь астронавтов на МКС. Они тоже всегда на связи с Центром управления. Да, это вы верно подметили. Люди находятся в космосе, а Центр управления полетами на Земле. И у нас также есть группа исследователей, живущих под водой, и есть своего рода суп на суше. Давление внутри аквариуса такое же, как снаружи. Поэтому, несмотря на то, что на дне модуля открыт люк, вода внутрь не поступает. Задания, которые они выполняют на дне океана, призваны подготовить их к будущим космическим экспедициям, таким как исследования Марса, Луны или даже астероида. Роджер показывает мне, как контейнеры для краски они используют для доставки припасов на модуль. Мы их немного модифицировали, установили клапан, заделали пару отверстий и используем эти контейнеры для доставки всего необходимого. Продуктов. Продуктов, компьютеров. Здорово. А сейчас мы его закроем. Нужно обеспечить герметичность, чтобы содержимое оставалось сухим. Самый важный элемент оснащения плавает 12 метрами выше модуля. Это буй жизнеобеспечения, благодаря которому экипажи неделями живут на модуле. Через кабель с буя подается кислород и электричество. Вот этот разъем для электричества. Ясно. Так передается электричество с буя на модуль. А вот здесь два воздушных шланга, и с их помощью мы подаем воздух с буя на модуль. Понятно. Совсем скоро мы познакомимся с аквариусом. Дорога займет около часа. Модуль расположен у основания рифа Конч на особо охраняемой природной территории. Мы приближаемся к бую, который показывает местонахождение аквариуса. Там мы и будем погружаться. Я немного волнуюсь, поскольку знаю, что такой шанс выпадает немногим. Мало кто видел модуль, к которому мы направляемся. Так что нас ждет приключение. Совсем скоро. Далее в программе. Мы познакомимся с аквариусом, но сначала мне предстоит побороть один из моих главных страхов. Расслабьтесь, дышите глубже. Все будет хорошо. Темные глубины мироздания И вновь с вами Темные глубины мироздания. Может показаться странным, что в программе о космосе бороздят не просторы Вселенной, а Атлантику. Но наша сегодняшняя миссия напрямую связана с космосом. Видите этот бой? Под ним на глубине 12 метров аквариус-модуль, в котором астронавты готовятся к будущим космическим экспедициям. Сейчас там никого, но мы все равно его осмотрим. Слушайте внимательно. Как только вы меня увидите, натяните маску на лицо и наклонитесь. Ясно? Вот так. А теперь я открою вам одну тайну. Погружение с аквалангом – один из моих главных страхов. Я сертифицированная аквалангистка, но уже очень давно не погружалась, потому что пребывание под водой и невозможность дышать носом внушает мне безотчетный страх. Расслабьтесь, дышите глубже. Похоже, у меня начинается паническая атака. Я напоминаю себе, что быть смелым – это не значит не иметь страхов. Смелый человек не позволяет своим страхам мешать ему добиваться цели. Готовы? А моя цель сегодня – показать вам аквариус. Она готова. Пользуясь тросом как путеводной нитью, я достаточно быстро добралась до модуля. На крыше аквариуса – платформа, оказавшись на которой, я смогла, наконец, перевести дух и сориентироваться. Я никогда не видела ничего подобного. Модуль похож на затонувший корабль, который облюбовала разная живность. Рыбы чувствуют себя здесь весьма вольготно. В их числе – барракуда, от которой я побыстрее отплыла. С этой стороны модуля можно заглянуть в один из иллюминаторов. Там внутри – спальня для астронавтов и исследователей. Представить себе не могу, как должно быть чудно проводить здесь день за днем. НАСА использует этот модуль для имитации условий космической экспедиции с 2001 года. Некоторые экипажи находятся здесь подолгу – около трех недель. Вот и подошли к концу 20 минут увлекательного путешествия. Пора всплывать. Боже мой, даже не верится, что я это сделала. Я так боялась, но благодаря вам чувствовала себя в полной безопасности. Большое вам спасибо. Не за что. Было круто. Поднимайтесь осторожно. Вы сидите вон там. Отдохните. Я сижу, перевожу дыхание и осознаю, что не позволило своим страхам встать на пути этого потрясающего приключения. Как только мы оказались на платформе, я почувствовала под ногами опору, я спросила себя, неужели я это сделала? И пусть не сразу, но я поняла. Да, я это сделала. Самое трудное позади, главное – не бояться. А потом увидели барракуду. Я решила, что просто не буду на нее смотреть. Притворюсь, что все это мне привиделось. Там у аквариуса было круто. Повсюду плавали рыбы, и я не могла поверить в то, что там живут люди. Модуль выглядел заброшенным, нежилым, как затонувший пиратский корабль. Потрясающе. На что только не идут ученые ради исследований. Далее в программе. Это не просто старый самолет. На его борту находится гигантский телескоп. Темная глубина мироздания Да, 747-й. Мы хотим подняться на 4.1 или 4.3. С виду это обычный самолет. Но на самом деле он единственный в своем роде. По сути, это обсерватория с настолько мощным телескопом, что весь Млечный путь можно увидеть как на ладони. Сегодня мы познакомимся с этим необычным самолетом поближе. Привет, я Эмили. Привет, я Карина. Очень приятно. Я встретилась с Кариной Леппик, руководителем проекта по обслуживанию этого телескопа. Я проведу вам экскурсию. Хорошо. Нас с вами ждет София. София – это стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии. Для поиска космических объектов телескоп использует инфракрасные лучи. На высоте 12 километров София достигает тех слоев стратосферы, где почти отсутствует водяной пар, мешающий сбору данных в инфракрасной области спектра. Скоро 5 минут пилот поворачивает налево на 253. На борту Софии группа ученых, которые направляют самолет в ту точку, где телескоп сможет засечь нужный объект. Похоже на обычную обсерваторию, только ей управляют пилоты, и она парит в небе. Совершенно верно. Обычная обсерватория, только на борту самолета. Иногда полет на самолете сопровождается болтанкой. Сам телескоп остается в стабильном положении благодаря нашим гироскопам и виброгасителям, которые защищают его от вибраций самолета. Они находятся вот здесь и похожи на шины. Некоторые космические объекты невозможно наблюдать в видимой области спектра, но они излучают энергию в инфракрасном диапазоне. София может летать практически по всему миру и фиксировать неизвестные ранее детали звездного неба. Большинство полетов осуществляется в районе Палмдейла. Эрик Беклин – главный научный консультант проекта «София». Он участвует в нем уже 20 лет. София – это Boeing 747SP. «SP» означает «Особые характеристики». Эта модель была разработана в 70-е для пассажирских авиарейсов на сверхдальнее расстояние. Этому лайнеру требовалась радикальная модернизация. Нам пришлось проделать в корпусе огромный проем, а затем прикрыть его дверью, чтобы она могла открываться и закрываться. Но дело стоило того, ведь нам удалось соединить авиацию и астрономию. Раньше этого не делал никто. Какие наблюдения вы осуществляете на Софии? Прежде всего, мы работаем в инфракрасном диапазоне. Мы стараемся концентрироваться на тех явлениях, которые сложно наблюдать с Земли, например, на таких как затмения. Один из примеров затмения – когда планета проходит прямо перед звездой, перекрывая излучаемый ею свет. 29 июня 2015 года София отправляется на особо важное задание. Карликовая планета Плутон вот-вот пройдет перед далекой звездой. Тень будет отброшена на южную часть Тихого океана. Задача Софии – оказаться в центре этой тени. В случае успеха появится уникальная возможность изучить разреженную атмосферу Плутона. Выделите квадрат XT. Распечатайте. После семи часов полета София, наконец, оказывается в нужном месте в нужное время. Я вижу. И я. Идеальное попадание. Похоже, попали в самый центр. Мы получили невероятный результат. Весь Плутон был окружен свечением. Можно оценить количество пыли, потому что в инфракрасном диапазоне видно и сквозь пыль. 70-й Boeing выпустил только 49 экземпляров модели 747SP. На сегодняшний день их осталось очень мало, но один из них все еще летает по ночам и добывает новые знания Вселенной. Далее в программе. Мы посетим лабораторию, которая находится глубоко под землей. Спуск занимает 10 минут. Выглядит страшновато. Темные глубины мироздания. Сэнфордская подземная лаборатория. Я в городе Лид, штат Южная Дакода, у входа в Сэнфордский подземный исследовательский центр, где в бывшей золотодобывающей шахте ученые ищут ответы на самые сложные вопросы, касающиеся физических характеристик Вселенной. Но зачем для этого нужно спускаться на глубину в полтора километра? Давайте выясним. Здесь, в Блэк Хиллз, докапываются до невероятных научных истин. Изучая вопрос с разных сторон, мы пытаемся понять, как устроена Вселенная. Что такое темная материя и нейтрино? Мне повезло совершить путешествие вглубь Земли в компании ученых. Для этого я надела настоящую шахтерскую форму. Мой гид – Константс Уолтер, пресс-секретарь Сэнфордской лаборатории. С техникой безопасности ознакомлена. Только не забудьте меня там. Мне выдают две латунные бирки. Одну я креплю на себя, вторую вешаю вот сюда. А делаем это вот с какой целью. Если что-нибудь случится, и нам придется поднимать всех наверх по этим биркам, мы сможем проследить, все ли поднялись. Южная клеть. Сейчас мы сядем в лифт, и он доставит нас сквозь толщи земли в лабораторию, которая находится на глубине около полутора километров. Спуск займет минут десять. Да, это называется клеть. Это клеть, а не лифт. Честно говоря, я немного волнуюсь. Вот сюда мы сейчас войдем. Господи, выглядит страшновато. Боже мой. Ух ты. Это потрясающе. Я участвую в подобном впервые. Пожалуй, это самое необычное из виденных мною мест для научных исследований. А теперь мы пойдем осматривать шахту. После того, как мы спустились, наше путешествие только началось. Вперед! Нам предстоит проехать на вагонетке 800 метров до одной из лабораторий. Едем по шахте. Эта поездка напоминает какой-то бесконечный аттракцион. Такое ощущение, что мы на американских горках. Наконец, мы прибыли к нашей цели. Мы на месте. Наше знакомство с подземными экспериментами начинается с ускорителя частиц под названием Каспар. Чем занимаются в этой лаборатории? Фрэнк Страйдер специализируется на ядерной астрофизике. Суть этого эксперимента в разгоне частиц до такой скорости, чтобы они вызвали ядерную реакцию. Такие же ядерные реакции происходят в звездах, вырабатывая в них энергию. Они же формируют элементы, из которых состоит вся наша Вселенная. А почему это важно? Зачем знать, что происходит внутри звезд? Чтобы понять, как звезды вырабатывают энергию, как они эволюционируют и как сформировался окружающий нас мир. Не все ускорители частиц находятся под землей. Почему ваш размещен на такой глубине? Потому что радиация, источником которой служат звезды галактики, создающие фон из космических лучей, мешает нашему эксперименту. Под землей мы надежно спрятаны от негативных факторов. Благодаря экспериментам на большой глубине, ученые могут избавиться от такой помехи, как космическое излучение. Далее в программе. Мы посетим еще одну лабораторию, где ищут разгадку одной тайны. Цель этого эксперимента — понять, почему во Вселенной материи больше, чем антиматерии. Темные глубины мироздания Мы в Сэнфордском подземном исследовательском центре «Блэк Хиллс», штат Южная Дакота, на глубине полутора километров. Мы направляемся в еще одну экстремальную лабораторию, где пытаются разгадать одну из величайших тайн Вселенной. На заре Вселенной материи и антиматерии, скорее всего, было поровну. Однако материя не должна была остаться, но она сохранилась, и мы не знаем почему. Прежде чем войти в лабораторию, мы с Кэбот-Энн обеспечиваем себя несколькими слоями защиты. Готовы? Всегда! Тогда вперед! Мы на месте проведения эксперимента «Майрана-демонстратор». Этот эксперимент проводится в камере, где обогащенный Германий используется для изучения поведения нейтрино. Одно из тех элементарных частиц, из которых состоит Вселенная. Цель этого эксперимента – приблизиться к пониманию природы нейтрино. Как частица может являться античастицей самой себя? Ответив на этот вопрос, мы поймем, почему материи во Вселенной больше, чем антиматерии. При проведении этого эксперимента крайне важно отсутствие какой бы то ни было радиоактивности. Материал для изоляции установки выполнен из чистой меди, его изготавливали, не жалея времени и сил, прямо в этой лаборатории. Это нужно для того, чтобы избавить от радиации материалы, участвующие в эксперименте. Удивительно, как мало мы знаем о Вселенной. Как вообще все это появилось? Сэнфордская лаборатория проводит эксперименты в условиях, приближенных к идеальным, чтобы получить ответы на эти важные вопросы. А теперь пора подниматься наверх. Эти ученые настоящие экстремалы. Я не представляю себе, что каждый день, отправляясь на работу, я спускалась бы на полтора километра. Достойно уважения. И это не на шутку выматывает, потому что столь экстремальное времяпрепровождение возможно только на адреналине, на котором я и провела сегодня весь день, и сейчас я совершенно без сил. Жду не дождусь, как даже домой. В кемпинг лучше всего приезжать в автодоме, который укроет вас от непогоды. Но космическим путешественникам нужно что-то большее. Им приходится ютиться в тесной капсуле. Впрочем, есть такие компании, как Lockheed Martin, работающие над созданием новой среды обитания для космонавтов, которая даст им все необходимое плюс некоторое удобство. В Lockheed Martin разрабатывают то, что можно назвать космической мини-станцией, которая отправится бороздить космические просторы. Это часть программы NASA Next Step, конечная цель которой — высадка космонавтов на Марсе. Космическая станция, поселение, названная Deep Space Gateway, для начала выйдет на орбиту Луны. Мы не рассматриваем этот модуль или шлюз как стационарный объект. Это настоящий космический корабль, который можно направлять в разные точки назначения. Со временем Gateway может отправиться на стероид или спутники Марса, или на орбиту Марса. Мощная ракета-носитель с кораблем Orion в течение нескольких рейсов по частям доставит все модули станции поселения. По завершении строительства Deep Space Gateway станет для космонавтов местом комфортабельного проживания, по сути, аналогом автодома, столь удобного в дальних поездках. В Локхит Мартин представили макет будущего жилого модуля. Я расскажу вам о некоторых основных функциях жилого модуля. Во-первых, нужно, чтобы космонавтам было где спать. И в этом прототипе вы видите самый современный спальный мешок. Он может крепиться эластичными шнурками к стене, или, если у вас есть спальные отсеки, его можно разместить в одном из них. Космонавтам также нужно место для тренировок. Здесь у нас беговая дорожка на потолке. Как забавно, на потолке. Именно. Потому что в космосе нет понятия вверх и низ. Вопрос ориентации решает для себя сам космонавт. Верно. Так что располагать можно что угодно и где угодно. Использовать нужно максимум пространства. Дип-спейс-гейтвей должен быть как можно компактнее, в том числе потому, что доставлять его модули на такое расстояние удовольствие не из дешевых. Когда Орион достигает космического аппарата, он стыкуется с ним. Здесь стыковочный узел. Здесь то, что вы могли бы увидеть, будь у вас возможность заглянуть внутрь Ориона. В общем, это парковочное место Ориона. Но у нас есть парковочные места и для грузовых контейнеров, и еще один стыковочный узел в полу, через который может осуществляться соединение с другими модулями. Эта станция может стать домом для экипажа, который отправится в трехлетнее путешествие до Марса и обратно. Но в начале экипажи будут проводить здесь лишь по месяцу на окололунной орбите. Вы бы отправились в поездку с кем-то, с кем придется просидеть бок о бок неделю, а то и больше? В нашем случае это месяц, поэтому наша задача, чтобы у космонавтов было больше места для жизни и работы. Дополнительная площадь в столь дальних путешествиях – большой плюс. Я надеваю на себя эту штуку. Надевайте. Хорошо. Керри показывает мне, как моделируется жизнь на борту Deep Space Gateway при помощи виртуальной реальности. Устройство используется для подготовки экипажей к операциям, которые они будут проводить в космосе. О, Господи. Вам, как настоящему космонавту, надо хвататься за поручни, за все, что видите. Хорошо. Так, я вижу рычаг. Я сейчас дерну за него, как вы видите. Открылась. Заглянем внутрь. Отлично. Уплывает. Сейчас я соберусь, оттолкнусь и поехали. Вылетите. Ух ты. В условиях невесомости малейшее движение приводит к серьезным последствиям. Так, а что я сейчас вижу? Я сейчас в модуле? Да, вы в модуле. А смотрите на научную станцию. Прямо сейчас перед вами шлюзовая камера. Здесь оказывается космонавт, когда готовится выйти в открытый космос. Пригните голову. Да. Плавненько, плавненько. Вы внутри. Я вижу то, что снаружи. Я вижу космос. У этого космического аппарата, батареи которого питаются энергией Солнца, масса варианта выбора конечной точки путешествия. Я предвижу, что в будущем, лет через 50, жилые модули, подобные гейтвею, будут повсюду. Мы отправим их на Марс, отправим их на спутники Марса. Они будут по всей Солнечной системе. Далее. Следующий шаг после ознакомительного визита на Марс — сделать его местом постоянного проживания. Когда мы отправимся на Марс, первопроходцев напутствуют словами. «Ведите себя как марсиане», «Путешествуйте налегке», «Кормитесь от Земли». Темные глубины мироздания Космонавты проделают до Марса путь длиной более 150 миллионов километров и продолжительностью до 9 месяцев. Но как они там окажутся? Смогут ли выжить? И как долго? Они смогут взять с собой совсем немного еды, воды и кислорода. Факт в том, что если мы собираемся жить на такой планете, как Марс, нам надо будет кормиться от Земли. Условия на Марсе неблагоприятные. Это, по сути, очень холодная пустыня, с крайне разряженной атмосферой и частыми пыльными бурями. Сможем ли мы вообще там жить? Мой собеседник — Роберт Зубрин, президент компании «Пайонер Астронотикс», считающий, что колонизация Марса — дело вполне возможное. Залог поддержания жизни на Марсе — использование ИРИС. Аббревиатуры, знакомые тем, кто имеет отношение к космосу. Как расшифровывается ИРИС? ИРИС означает «использование ресурсов in situ», то есть попросту использование местных ресурсов. Первые поселенцы в Америке не могли взять с собой из Англии все необходимое. Когда они здесь оказались, им надо было самим все выращивать. Они охотились, они строили дома из местных материалов. Не из Англии же им было древесину возить. Первый экипаж, который высадится на Марсе, будет питаться зимными продуктами. Но те, кто будет там жить, не станут завозить продукты с Земли. Они построят теплицы и будут выращивать себе еду. И для этого научатся извлекать воду из марсианской почвы. Наряду с Марсом кандидатом в земные колонии является и Луна. Тем более, что она гораздо ближе к Земле. Луна не так богата ресурсами, как Марс, поэтому осваиваться там не так рационально. Но, тем не менее, они там есть. Например, лунная порода. Как и любая порода, это, как правило, химическое соединение металлов с кислородом. Железо можно использовать для производства стали, а кислородом мы не только дышим, это еще и компонент ракетного топлива. К тому же на Луне может быть вода, которая полезна сама по себе, а также может быть источником водорода и кислорода. В нашей Солнечной системе есть и другие, пусть и более дальние миры, пригодные для колонизации, такие как спутники Сатурна и Юпитера. В атмосфере гигантских планет, таких как Сатурн, содержится изотоп гелия под названием Гелий-3. На сегодняшний день это для нас еще не ресурс, но в будущем, когда у нас появятся термоядерные реакторы, он может стать для них идеальным топливом. В общем, Гелий-3 — пример того, что еще не является ресурсом, но может стать таковым благодаря техническому прогрессу. Но нам доступны технологии, позволяющие превратить углекислый газ, СО2, из которого в основном состоит атмосфера Марса, пригодны для дыхания кислород. Можно также переработать этот СО2 в ракетное топливо, запасы которого позволят космическому кораблю вернуться на Землю. Доктор Зубрин, что это за прибор? Это прибор для выработки ракетного топлива и кислорода на Марсе. Ясно. Работает он так. Процесс начинается в компрессоре, где марсианский воздух, а атмосфера Марса примерно в 100 раз более разреженная, чем земная, сжимается до плотности земного. Далее этот сжатый марсианский воздух на 95% состоящий из углекислого газа поступает в реактор, где вступает в реакцию с водородом, в результате чего образуется метановода. Вода стекает в специальную емкость, где подвергается электролизу, расщепляющему ее на водород и кислород. Этот процесс так и идет, поэтапно, а на выходе имеем метан и окислитель для ракетного топлива. И самый главный вывод из всего этого — то, что можно на месте произвести все топливо, необходимо для того, чтобы вернуться с Марса домой. Именно так. Тогда этот прибор на вес золота. Да, пожалуй, даже ценнее. Помимо атмосферы, эта планета, разумеется, располагает и другими ресурсами, которые, будучи извлеченными из ее недр, могут стать бесценным даром для человечества. По сути, перед нами может открыться целый новый мир. Какую роль может сыграть Ирис в колонизации Марса? Это ключевой вопрос. Когда мы отправимся на Марс, первопроходцев напутствуют словами «Ведите себя как марсиане», «Используйте местные ресурсы», «Путешествуйте налегке», «Кормитесь от Земли». По ощущениям, как кирпич. Далее. Еще один аспект освоения территории — строительство собственного дома и стройматериалов, собранных с поверхности планеты. Большинство материалов для создания жилища уже находятся на поверхности того небесного тела, на которое вы направляетесь. Темные глубины мироздания Во время космического путешествия все бортовое оборудование должно работать безукоризненно, поскольку у вас явно не будет возможности вызвать мастера на дом. Но если что-то все-таки сломается, и вам потребуются запчасти, надежда еще не потеряна благодаря успехам 3D-печати. Чудеса 3D-печати позволяют деталям, сконструированным на компьютере, быстро обрести материальную форму. И эта технология сейчас применяется в тысячах километров от Земли. Лидер в этой отрасли — компания Made in Space, сделана в космосе. Наш собеседник — главный инженер Made in Space Майк Снайдер, который демонстрирует нам их последний 3D-принтер, который называется «Установка для аддитивного производства» или АМФ. Какие материалы он использует и что может из них изготавливать? АМФ может распечатать очень многое. Инструменты — детали бортового оборудования космического аппарата. На данный момент мы используем на МКС три различных материала. Традиционный бытовой АБС-пластик, еще один бытовой полимер — полиэтилен высокой плотности, или ПНД. И выпускаемый для нужд аэрокосмической отрасли полимер — полиэфемеридный поликарбонат. Его отправляют в Земли. От сделанных на заказ инструментов до элементов конструкции, АМФ на данный момент — самый совершенный 3D-принтер. В чем плюсы применения 3D-печати в космосе? Это значительно облегчает жизнь. В первую очередь, это экономия времени. Допустим, вы сегодня заказали мне что-то и попросили отправить в космос. Даже если ракета уже на стартовой площадке, у меня ушел бы месяц только на бумажную работу. В нашем случае уже через несколько часов космонавт получит то, что ему нужно. На борту МКС стоит 3D-принтер, созданный компанией Made in Space. Аналогичный тому, что находится в головном офисе компании. Майк, это ваш 3D-принтер. Он работает прямо сейчас? Да, он сейчас работает. На этом экране, вы видите, это прямая трансляция того, что происходит внутри. И в этом принтере все точно так же, как в том, что на орбите. То, с помощью чего мы печатаем, похоже, на садовый удлинитель на катушке. Он подключается к устройству и начинается процесс моделирования. Строятся грандиозные планы создания земных колоний на Луне, а затем и на Марсе. А это значит, космонавтам понадобятся постоянные жилища. Для их строительства может потребоваться лунный грунт, более известный как реголит и 3D-принтер. Майк, что это такое? Вы сейчас видите стройматериалы в форме кирпичей, изготовленные из связующего вещества и реголита, материалов, аналогичных тем, которые можно обнаружить в Солнечной системе. Кирпич, который вы держите, изготовлен из лунного реголита и связующего вещества, которое можно извлечь из лунного льда или, в случае с Марсом, из его атмосферы. Берем, смешиваем и получаем стройматериалы. Таким образом можно использовать ресурсы, находящиеся, скажем, на Луне, для создания таких кирпичей, с которых можно строить лунное жилье. И не надо брать все необходимое с собой. Чем дальше от Земли уводят космонавтов в звездные странствия, тем больше они будут полагаться на 3D-печать. Адитивные технологии в космосе вполне могут стать краеугольным камнем основания колоний Землян на других планетах. Далее. Разрабатывается новый способ космических путешествий за счет бесплатного и неограниченного источника энергии. В случае с солнечным парусом, когда уходишь от Земли в космический вакуум, твоим топливом становится само Солнце. Темные глубины мироздания Мы видели, как при помощи науки марсианские ресурсы можно превратить в ракетное топливо. А теперь представьте, что вы бороздите космические просторы за счет энергии солнечных лучей. Это может многое изменить. В Пасадене, штат Калифорния, некоммерческая организация «Планетарное общество» готовится совершить прорыв в космических путешествиях. Мини-спутник, запущенный в космос, развернув паруса из мейларовой пленки, может продолжать движение за счет Солнца. Как свет может приводить что-то в движение? Свет обладает импульсом. Световое излучение оказывает давление. Мы ощущаем его постоянно. Свет оказывает давление на нас и на все, что нас окружает. Когда объект уходит от Земли в космический вакуум, это постоянное давление света подталкивает его. В случае с солнечным парусом Солнце становится топливом и выполняет за вас всю работу. Опробовать предстоит совершенно новую технологию, но в научной фантастике эта тема обсуждается более века. Исполнительный директор Планетарного общества Билл Най много лет отстаивает идею солнечных парусов. Этот проект назвали LightSail. Только вдумайтесь, его финансирование осуществлялось целиком за счет частных взносов. LightSail — это чисто общественный проект. Он целиком, на сто процентов, профинансирован такими людьми, как вы, как я, как наши зрители. Планетарное общество держится на энтузиазме граждан и их личных средствах. В 2015 году члены Планетарного общества наблюдали за первым запуском мини-спутника LightSail на борту ракеты-носителя Atlas V. Я была там в 2015-м, когда мы осуществляли пробный запуск. И это был один из лучших дней в моей жизни. LightSail 1 — речь ни о каких контролируемых полетах не шла. Мы только тестировали возможность раскрытия паруса. Мы вышли на орбиту, проверили связь, протестировали камеры, развернули солнечные панели, раскрыли солнечный парус, а потом вернулись на Землю. Следующим шагом стала подготовка мини-спутника к настоящему космическому полету под парусами, что означало выход на качественно новый уровень. Идея заключалась в том, что можно откорректировать орбиту, активно используя только солнечный парус. На практике это означало, что ему отдавали команды лечь на ребро, развернуться к Солнцу, а теперь расправить парус и использовать плоскую поверхность для перехода на чуть более высокую орбиту. Перед следующим запуском, LightSail должен сначала продемонстрировать, что все его подвижные части функционируют нормально. Этот тест называют «день из жизни». LightSail, по сути, был публичным проектом, но вы принимали в его реализации непосредственное участие. Какие ощущения испытывали, когда проводился тест «день из жизни»? Это было захватывающе. Конечно, все были на нервах, но только потому, что хотели, чтобы все получилось. Аппарат принесли на этот гигантский стол, установили, и стрелы паруса медленно развернулись. Эти стрелы из кобальтовой стали, изготовленные с применением метода лазерной сварки, разворачиваются как по учебнику. Готово! Профессор Саган, это для вас. Этот парус LightSail отныне готов развернуться в космосе. Я давно по-настоящему мечтаю о том, чтобы солнечные паруса смогли унести нас в межзвездное пространство. Унести нас к звездам, сделай то, что нынешние двигательные установки пока сделать не в состоянии. Солнечные паруса — это технология, обладающая таким потенциалом. Представляю, как тысячелетия спустя люди целыми народами бороздят Вселенную на солнечных парусах размером с небесные тела. А что, красивая мечта. Тёмные глубины мироздания Сегодня мы говорили о космосе как о месте для турпоходов. В гостях, конечно, хорошо, но сможем ли мы сделать космос местом постоянного проживания? Всё зависит от ирис использования ресурсов на месте. Другими словами, сможем ли мы кормиться от Земли? Космические странствия сродни турпоходам, но вы можете разбить лагерь на более длительное время, если вы сумеете воспользоваться местными ресурсами. Вам что, хочется тащить на своём хребте всю воду, которая вам понадобится в походе? Хочется брать с собой все продукты? Почему мы летим на Марс? Мы летим на Марс, потому что это планета, на которой есть всё необходимое для поддержания жизни. И если эти ресурсы поддерживают жизнь, они могут поддерживать и технически развитую цивилизацию. То есть именно то, что делает Марс интересным, делает его и достижимым. Люди используют местные ресурсы с тех пор, как мы появились на Земле, потому что мы здесь живём. Мы должны использовать ресурсы этой планеты. Когда мы отправимся на Марс, мы должны будем использовать его ресурсы. Может, следующее поколение исследователей будет пользоваться ресурсами Красной планеты, чтобы положить на ней начало новой жизни. Может, это будете вы? Я Эмили Каландрелли, и до встречи в следующем выпуске «Тёмных глубин мироздания».